Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Гомовер, и сегодняшнюю программу буду вести я один, так как мой коллега Бонус укатил в оплачиваемый отпуск. Такие вот дела. Ну, вы знаете, это прискорбное обстоятельство не помешает мне познакомить вас с новыми компьютерными программами, а также ответить на некоторые вопросы. Я знаю, что многих интересует, как устроено, каков механизм программы от винта. Наш механизм очень прост. Эй, винта, эй, винта, эй, винта. Вот винток. В названии первой игры сегодняшней программы есть что-то библейское. Она называется Гармагеддон. Вот так-то. Гармагеддон. 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 Нет никакого сомнения в том, что эта игра сделана крайне циничными людьми, которые без всякого уважения относятся к общепринятым моральным нормам. Нам кажется, что из-за этой программы у них могут возникнуть неприятности с церковью и некоторыми общественными организациями. Кстати, католическая церковь уже указывала на то, что она не в восторге от современных компьютерных игр. Так что мы просим католиков временно выключить свои телевизоры, а представителей других конфессий наоборот включить. Итак, в начале игры вам нужно выбрать своего героя. Им может стать гонщик Макс Дэмэдж или же девушка по имени Дай Анна, тоже, кстати, гонщик. Оба этих субъекта обладают необычайно злобным характером и неудержимой жаждой крови. Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что к этому их толкают и правила состязаний. Победителем здесь считается тот, кому удастся разбить все машины соперников или же передавить всех пешеходов на трассе. Но с пешеходами мы вам связываться не советуем. На одном уровне их может быть несколько сотен, и к тому же они довольно ловко увертываются. А жалко, что в игре не реализована возможность игры на стороне пешеходов. Кстати, есть здесь и своя автоинспекция. Ведет она себя очень эксцентрично и даже, хотя в это непросто поверить, эксцентричнее, чем наша. Бронированная патрульная машина азартно вас преследует, при этом ее водитель и сам давит пешеходов почем зря. Но как бы ни были ужасны нарушения правил дорожного движения, совершаемые героями игры, вряд ли они платят за них штрафы большие, чем те, что собирают московское ГАИ с невинных граждан. Нравы в мире компьютерного бизнеса существенно упростились в последнее время. Это раньше играм давали какие-то абстрактные, ничего не значащие названия, такие как, например, Doom. Теперь вещи принято называть своими именами. Следующая игра так прямо честно и открыто называется «Кровь». И действительно, крови там предостаточно. Внимание! Внимание! Сообщаем вам, что изготовители игр категории 3D-экшн начали снабжать свои продукты вступительными анимационными роликами, в которых пользователю доказывают, что он будет сражаться на стороне добрых, в общем-то, сил. В таком случае интуитивная неприязнь к врагам может перерасти в сознательную ненависть. Точка. При изготовлении игры «Блак» был использован переработанный мотор знаменитого Дюк-Нюкема. В процессе переработки юмор оригинала исчез без следа. А вот что осталось. Герой игры по имени Калеб, бывший разбойник, записался в секту почитателей пожирателя душ Чернобога. Благодаря своим талантам Калеб быстро сделался одним из четырех избранных, которым предстояла аудиенция у Чернобога. Но свою беду избранные не знали, для чего, собственно, они избраны. И во время волнующей встречи ужасный бог, не говоря худого слова, расправился со всей компанией. Спустя некоторое время Калеб очнулся в могиле в чужом теле и отправился на поиски бывшего шефа. Игра в полном соответствии со своим названием получилась весьма кровавой. Монстры умирают очень красочно, демонстрируя вам при этом свои внутренности и завывая совершенно диким образом. Нам показалось, что со временем Дюк-Нюкем они несколько поумнели, и справиться с ними теперь не так-то легко. А с некоторыми и вовсе невозможно. Где-то здесь водятся отрезанные кисти рук, как в фильме «Семья Адамс». И если они возьмут вас за горло, то пиши пропало. Лицам, которые будут играть в блат по сети, мы советуем ограничить список используемого оружия, потому что некоторые его виды так сильны, что убивают соперника с первого выстрела, а то и раньше, что делает состязание неинтересным. Игра довольно снисходительна к машинным ресурсам и отлично работает на младших четверках. Да, как не вспомнить моего коллегу, уехавшего в отпуск по собственному желанию. Сидел бы сейчас рядом со мной, разговаривал бы. Сам с собой. Точно. Ну да ладно, справлюсь и один. Нашу программу продолжит игра «Релоудед», сделанная по мотивам народных сказок братьев Гримм. Слово «Релоудед» можно перевести как перезагрузка. И действительно, желание перезагрузить компьютер быстро появляется у тех, кто пробует играть в «Релоудед». Человеку разумному мы вообще отсоветуем в неё играть, а порекомендуем вместо этого ограничиться просмотром анимационных роликов, которые весьма забавны. В начале игры вам предложат выбрать себе виртуальное воплощение. В ассортименте имеются шесть персонажей, один другого противней Игаже. Объединёнными усилиями они ловят существо, которое зовётся «Чарминг, хэнсом, эрудит бастерд», то есть очаровательный, красивый, эрудированный ублюдок. Ну, таких сейчас хоть пруд в пруде. Графика программы «Релоудед» заслуживает отдельного слова. Как вы сами можете видеть, речь, скорее всего, идёт об очень коротком слове. Во время движения герои могут поворачиваться только на 45 градусов. Если противник подходит к вам под каким-нибудь другим градусом, то он становится для вас неуязвимым. Да, 45 градусов – штука коварная. В игре всего по два вида оружия на каждого персонажа. Да и тем-то, если честно, пользоваться неохота. А ведь речь идёт о новинке, об игре, которая только что появилась на рынке. Нам кажется, что слово «релоудед» не очень подходит для названия этой программы. Куда лучше было бы назвать её просто «ресет». Ну вот и всё на сегодня. Наша программа подошла к концу, и гейм, как говорится, «Ова». Спаски.